все вы конечно видели опыт шариком от пинг-понга который висит в воздушной струе запускаем струю помещаем в нее шарик он висит на месте чуть-чуть покачиваясь спрашивается почему же это происходит когда мы помещаем шарик в струю воздух перед ним тормозится и здесь образуется область повышенного давления а вихревой зоне за шаром давление не повышается возникшая разность давлений и создает силу лобового сопротивления которое уравновешивает силу тяжести силу лобового сопротивления мы подробно обсуждаем фильме сопротивление воздуха посмотрите его чем больше скорость струи тем выше поднимается шарик находя такое положение в котором сила тяжести сравнивается с силой сопротивления воздуха но главный вопрос конечно же состоит том почему шарик не выпадает из струи в сторону это поперечная устойчивость объясняется законом бернули но в популярных книжках и фильмах этот закон часто применяется неправильно когда утверждают что атмосферное давление больше чем давление воздуха внутри струи и поэтому шарик увлекается в область меньшего давления одни рассуждают при этом так для воздушного потока выполняется закон бернули согласно которому сумма давления п и скоростного напора ровый квадрат пополам должна быть величиной постоянной снаружи струи давление равно атмосферному а скорость равна нулю внутри струи скорость не равна нулю и второе слагаемое увеличится а значит первое слагаемое уменьшится и давление будет меньше атмосферного однако это рассуждение неправильно потому что закон бернули применим только вдоль трубок тока а применять его поперек трубок тока вообще говоря нельзя другие рассуждают более утонченно воздух вылетевший из сопла рано или поздно останавливается и на большом расстоянии от сопла его скорость равна нулю а давление воздуха здесь равно атмосферному вернемся к соплу вдоль линии тока здесь скорость воздуха не равна нулю значит давление будет все-таки меньше атмосферного но и это рассуждение неправильно дело в том что закон бернули выводится для идеальных невязких жидкостей и газов и по сути является одной из форм закона сохранения энергии а применять его к реальным вязким течением надо с осторожностью струя воздуха распространяющиеся в такой же воздушной среде называется затопленной струей и она тормозится о внешнюю среду так что механическая энергия такой струи не сохраняется но переходит в тепло поэтому закон бернулик длинной затопленной струи в целом не применим а для тех кого не удовлетворяют такие рассуждения у нас есть еще одно доказательство от противного допустим что давление внутри струи и правда меньше атмосферного рассмотрим элементарный объем воздуха на границе струи сила давления которая действует на этот объем снаружи струи больше чем сила давления действующей на него с внутренней стороны тогда по второму закону ньютона этот объем должен двигаться не по прямой но по дуге загибаясь к оси струи и струя за счет этого должна сжиматься а этого не происходит следовательно исходное предположение было не верным а а теперь для окончательного выяснения этого вопроса мы проведем прямые измерения давления воздуха внутри струи с помощью трубки пито на трубке пито есть боковые отверстия и лобовое отверстие мимо боковых отверстий поток движется свободно поэтому с помощью них измеряется статическое давление внутри воздушной струи а на лобовом отверстии поток тормозится и там давление больше статического на величину скоростного напора а теперь присоединим к лобовому отверстию трубку и выведем ее за пределы струи так что давление на лобовом отверстии всегда будет равно атмосферному и трубка пито будет измерять разность между атмосферным давлением и статическим давлением внутри воздушного потока включаем струю и видим что давление внутри струи практически равно атмосферному никакого понижения давления внутри струи нет так что же получается что шарик удерживается в струе вообще не по закону бернули нет это все-таки не так и хотя закон бернули нельзя применять для описания затопленной струи в целом но тем не менее он вполне применим для описания локального обтекания шарика внутри струи ведь после того как мы поместили шарик в струю трубки тока перестали быть прямолинейными перед шариком они расширяются воздух замедляется и здесь по закону бернули образуется область повышенного давления из-за которой возникает сила лобового сопротивления о которой мы уже говорили а сбоку от шарика трубки тока сужаются скорость воздуха увеличивается а давление по закону бернули понижается пока шарик находится в центре потока боковые силы давления уравновешивают друг друга но скорость потока в центре струи больше чем на краю и когда шарик в таком потоке смещается в сторону его внутренняя сторона обтекается более быстрым потоком поэтому давление на внутренней стороне падает сильнее чем на внешней и возникшая разность сил давления возвращает шарик обратно но самое удивительное что шарик может держаться не только вертикальной струе но и наклонной причем угол наклона струи можно сделать довольно большим как же шарик удерживается в этом положении на оси струи шар висеть не может ведь тогда сила тяжести направленная вниз не будет уравновешиваться наклонной силой лобового сопротивления поэтому шар спускается ниже и теперь из-за разности давлений на него начинает действовать поперечная аэродинамическая сила в этом положении векторная сумма всех действующих на шар сил равна нулю так что он находится в состоянии равновесия а теперь я задам заключительный вопрос который на первый взгляд может показаться странным но тем не менее на него тоже надо ответить я включаю сен помещаю шарик в струю наклоняю ее и спрашивается а почему я не могу наклонить струю так чтобы она оказалась вообще горизонтальной почему шарик из нее обязательно выпадет ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе